Блестящие русские и советские физики получали Нобелевские премии. Сейчас, конечно, с этим похоже. Я не думаю, что сегодня что-нибудь светит нашим. Но у нас тоже надо сказать, что есть чем похвастаться в России. Я не знаю, дадут ли Нобелевскую премию Тюндешеву, потому что Нобелевскую премию не дают Тюндешеву. Не дают, к сожалению, за историю, но сейчас в России выпущена и напечатана книга замечательная, великолепный исторический труд под названием «Великий хан Батый. Основатель российской государственности». Книга издана на Минусинске. Это университетское научное издание. И причем надо отдать должное Тюндешеву, действительно, написано мастерски, написано абсолютно с соблюдением всех требований, с всей тончайшей нюансировки жанра. И единственное, что она, конечно, может быть отдельными извращенцами, как-то болезненно воспринято, но на самом деле спорить здесь не с чем, поскольку... А можно про извращенцев? Вот это интересно. Про извращенцев я имею в виду черносутинцы, которые считают, что все вообще история России началась там 400 миллионов лет тому назад, и мы учили древних египтян строить пирамиды, мы заставляли глупых пришельцев строить русские, в смысле, там, первые космолеты, ну и так далее. Ну и Россия родина слонов, да, мы знаем. Да, и вот это вот как разбиение, как уничтожение истолчение очередного глупого мифа, эта книга, конечно, очень много собой представляет, поскольку абсолютно спокойно, выдержанно, корректно доказывает, как здесь написано, что золотая орда являлась для русской аристократии, и князей важнейшим источником легитимности и престижности их власти. И в это сильно легко поверить, потому что, если мы вспомним Русь того времени, ведь тогда на религию была нанизана национальная культура, разгромив национальную религию, то есть славянское язычество, страну оставили и без культуры, и без какой бы то ни было отчетливой централизации, почему, в общем, ее вхождение в золотую орду и вот эта вот лидирующая роль Батыя, Хана Батыя, она стала особенно понятной. Я хотел бы, пользуясь случаем вот этого блестящего автора, блестящего историка Терентьешева, поздравить с очень интересным и сильным трудом, который, несомненно, должен быть как-то оценен. Вот, может быть, для очень многих эта книга откроет секрет, почему на так называемом шлеме Александра Невского, который хранится в музее Кремля, надпись вязью, арабской вязью, арабской вязью, которую совсем недавно вдруг перевели и выяснилось, что там написано «Аллах в помощи, скорая победа». И я думаю, что вот эта вот книга Терентьешева, она внесет ясность еще и в эту историческую загадку.